Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Максим Балаев и сегодня я хочу поговорить о новых фидерах, которые поступили к нам в магазин. Это фидера фирмы Cadence. Фирма английская, есть английский сайт, где представлена вся продукция фирмы Cadence. Производятся фидера в Китае, но я как разработчик удилищ и могу сказать, что качество очень хорошее. Поэтому сразу вопрос с качеством можно закрыть у этих фидеров и матча и вообще всей продукции Cadence. В Китае есть много заводов, разные по качеству выпускаемой продукции. Разные заводы могут и работать с разным углем, разные модульности. Поэтому, скажем, тот же Preston и именитые фирмы, такие как Drennan, Preston и так далее, они тоже заказывают в Китае на тех же заводах по большому счету. Вот поэтому сразу оговорюсь, что по качеству проблем вообще никаких нет. Ну давайте начнем вот на руках CR10 330, жесткость вторая, тест 15-60 грамм. Чуть позже в конце видео мы проверим уже строй, а сейчас вот то, что первое впечатление. Первое впечатление очень изящная и легкая удочка, отменно сделана. Фурнитура вся Fuji. Я ставил сюда катушку 4000, то есть прекрасная идет работа по сбросу лески. Можно этим лайт, лайтиком, лайт-медиумом таким ловить карпа на коммерческих водоемах, можно ловить на речках. Строй позволяет это делать. Ну то есть универсальный такой, совершенно не имеющий отношения по строю с английскими снастями, но как раз для нашей средней полосы они прекрасно подходят. По комплектации. Три вершинки идут различной жесткости. Различной длины. Колечки средние. Я не могу сказать, что они маленькие, но средние. Вот если вы пользуетесь шок-лидером, я, например, ловлю часто монка плетня, плетня плюс шок-лидер из моно. Вот плетенка 01-013 и шок-лидер 026 и вот правильный узелочек, который вот можете посмотреть на сайте в разделе обзора и совета. Вот правильный там узел показан, как привязывается шок-лидер именно моно к плетне. Не моно к моно, а не плетня к плетне, а именно плетня к моно. Вот этот узелочек, там два хвостика в центре, прям узелка идут, остаются, они не лохматятся, да, заподлицо подрезаются и они вот здесь пролетают просто шикарно. Значит, вершинка, смотрим, единичка, полторашка и двушка. Давайте померяем по длине, если кого-то интересуют эти вершинки. Вот прям при вас буду все мерить. Значит, самые длинные 55 сантиметров, средненькая 51 и самая короткая 45. Кольца фидерные, здесь первая вот на комливой части это трехлапые колечки. По техническим характеристикам полным, там диаметр колец, расстояние и так далее, там есть информация на сайте Multifish, вы можете там все посмотреть. Там есть и в раздел обзора совета, где подробно все это я указываю. Давайте померяем еще длину рукояти. Вот я сейчас от центра катушки-держателя померю до торцевой части, 45 сантиметров у меня получилось у 330. Эва мелко-пористая, плотная, мне очень нравится, вот реально очень нравится. Очень хорошо все отмоется, ничего не разбухнет. Пробочка здесь тоже толстенькая, вот здесь вот я видно на торцевых частях, где она выпирает, что она действительно толстая, что это не так не тонюсенькие обои, как говорят, которые легко все это дело от нескольких рыбалок с влажной среде. В России это все, все эти обои вскрываются и отлетают. Дальше. Ну, катушка-держатель Fuji. Сюда встает совершенно спокойно катушечкой 5000-4000. Идеально уравновешивается она с 5000-4000. То есть, 3000 Пашимана, либо 3500 Падаева. Вот я ее ставил, он уже хорошо так вырабатывается. Ну, кто-то любит полегче катушки, 3000-е какой-то там арегато. Но, вот, когда 4000-ю ставишь Пашимана, вот даже не сильно тяжелые там, нексейлы какие-нибудь, наски и так далее. То есть, ощущение такое, что ты держишь в руках только катушку. Вот, наверное, что еще здесь отметить. Ну, вот 330-е, да, транспортная длина. Давайте попробуем, посмотрим транспортную длину реально. А, кстати, еще вес надо померить. 170. Вот у меня здесь прямо четко по длинному комлю, у меня получается 172 сантиметра. И давайте померим вес, потому что каталоги, это все очень хорошо. Вот, но часто в них бывают ошибки. Я вот на примере, прямо при вас, но точно в своих весах, измерю. Так, иголочку поставим. И давайте со средней вершиночкой. Так, 157 грамм. Ну, вот, наверное, все, что о нем можно сказать пока. Обзор. Попросим Константина Михайловича тогда нам дать следующий фигурочек. Так, следующий у нас на тесте, на обзоре таком, light-обзор. Это 360 сантиметров, 30-120 тест. Третья жесткость. Ну, хэвик, хэвик такой. Колечки, колечко одно, трехлапое здесь, уже на комле. Ну, соответственно, здесь транспортная длина поменьше. Тоже Slim Blank, тоже вся фурнитура Fuji. Сюда я ставил 5000-ник. У флагмана. То же самое на воде пока не тестировал, но я просто покидал груза. Не на воду, а так вот, что называется, пока зима. И посмотреть, как идет сход лески, посмотреть угол вот этой схода, да. И, в принципе, опыт позволяет мне понять, насколько вот это будет мешать или не мешать. Но с хорошей качественной резкой ничего здесь такого проблемного не будет. То есть, 5000-я катушка сюда на этот фидер совершенно спокойно подходит. По длине рукояти. Да, сразу давайте. Опять же, от центра катушка держать. Вес 45 тоже получается. Дальше. По вершинкам. Здесь у нас идут 4 вершинки в комплекте. Все они одинаковой длины. Колечки, кстати говоря, на них крупнее, чем на 330. Здесь вот 0,3 шок. Моно, я имею в виду, если вот привязывать, как я выше говорил, да. 0,1, 0,13 плетня плюс шок. Из моно даже 0,28. Если брать, то все пролетит совершенно спокойно. 54 сантиметра длина вершинок. Посадка, посадочный диаметр. Все есть на сайте. Можете там посмотреть. По комплектации вершинок. Смотрим. Полторы унции. Единичка. Две. И три. Построю также чуть позже, в конце видео. Мы нагрузим каждый бланк и посмотрим, что это себя представляет. Но, конечно, самое главное, это на воде. Самое главное, это на воде. Ну, вот тубусик, смотрите. 4 вершинки, тубусик. С первого раза у меня не вошли эти 4 вершинки. Надо аккуратненько их ровненько так вместе сделать. Вот теперь все получилось. Так, и последний фидер. Третий у нас на обзоре. Давайте, Константин Михайлович, посмотрим, третий нам дать. Так, третий фидер. Ферма Каденс со второй жесткостью 360, тест 20-60. Вот здесь сразу, лично для меня, не очень понятно, почему здесь стоит матчевое кольцо. Причем очень маленько, ну, малого разного диаметра. Ну, как бы, можно это так вот завуалировать, что называется, не знаю. Может быть, англичане хотят его использовать как матч. Кстати, как вариант, такой вот есть возможность. То есть, как короткий матч для ровли, например, с бомбардами форели. Почему нет? Тоже вполне возможно. Ставим жесткую вершинку, бомбардов. Там 15, условно, 20-30 грамм. И пошли ловить форель. То есть, форель закончила, бывает, нападники. Переставили, перешли на фидерный вариант использования. Пожалуйста, вот такой вариант возможен. По катушке сюда тоже ставил. Несмотря на матч, 4-х тысячную шаману я ставил сюда. 5-тысячник уже все, слишком угол другой. И сброс будет, дистанция будет теряться. Но, опять же, дистанция будет теряться, если вы бросаете на большую дистанцию. А если вы бросаете на малую дистанцию, или там ловите форель на платнике, где там, условно, да, там до 30 метров, то совершенно спокойно. Там 30, да даже 40 метров никаких проблем не возникнет. Ставить 4-х тысячную катушку, либо 3-4 тысячи, 3-500 подавить, и 3-тысячи подавить, 4-тысячи по шаману. И все будет прекрасно лететь. По поводу колечек на вершинках. Такие же кольца по диаметру, как и на 330. По длине вершинок их, да, они у нас... Сейчас мы их замерим. Самая длинная это 55, средненькая 50, и поменьше которой 46. По унциям. Единичка, полторашка, двушка. Ну, да, очень соответствует. Да, абсолютно. Очень хороший, кстати, набор. Мне очень нравится, потому что... И часто встречу... Вот мы продаем уже много фирм, да, в магазин. И я как разработчик вижу, ездил на заводы очень часто, и много раз, и вижу разные модельки. И недалеко не во всех вершинки соответствуют тестам, раз. А во-вторых, допустим, если фидер имеет тестом 60 грамм, то желательно, чтобы вершинки были там 20-40-60, ну, допустим, да. А когда по факту их берешь, то они практически очень близки по жесткости. И получается там явно не хватает что-то добавить в начало, в середину и в конец. То есть, вот здесь такого нет. Здесь вершинки, они соответствуют жесткости, и мне они очень нравятся. То есть, вот прям супер. Вот. Что еще? По комлю, наверное. По рукоятину, потому что у всех у нас руки разные по длине. И для некоторых это очень важно. А здесь тоже 45. Ничего здесь... У всех трех одинаковые ручки, фактически. А, давайте, кстати, его взвесим вообще, на всякий случай. Как и первый вариант. Ну, и возьмем среднюю вершинку. 170 грамм. К разговору о строе, по нагружению фидера. Константина Михайловича мы попросим помочь нам посмотреть строй фидера. Вот у нас в руках сейчас 390-й до 120-ти. Вот я его нагружаю. Что мы видим? Мы видим достаточно мягкая вверх и упругий нижняя часть комли. Ну, строй не английский, конечно, но, в принципе, для наших рек и карповников тех же самых прекрасно подходит. Вот, смотрите, колечки здесь хорошенькие. Я достаточно жестко вверх, смотрите, раз, вправо, влево его. Ну, ставим этот. Следующий у нас будет 360-й до 60-ти грамм. Жесткость вторая. Первый у нас был жесткость третья, который до 120-ти грамм. Этот 12 футов, 20-60. Здесь, напомню, у нас матчевые кольца. То есть облегченная палочка такая, ну, бланк изящный очень. В руках просто пушинка. Даже я бы не сказал, что 360-й он у меня в руках. Обычно вот так я чувствую пикерочки. Ну, или лайт-медиумы, допустим. Ну, очень тоненький бланк, они все слимовые. Ну, давайте нагружаем. Ну, хорошая такая парабола. Но здесь еще мягче вершинка. То есть для амортизации рыбы, для отработки рывков, ну, шикарно. Отпускаем. И следующий у нас на тесте 330, то есть 11 футовик. С тестом у нас с 15-60. Жесткость вторая. Здесь у нас как раз фидерные кольца, при том нижние это трехлапые. Как бы немножко странно, исходя из чего производитель сделал 360-й с матчевыми кольцами, а 330-й с фидерными. Ну, давайте нагружаем. Ну, вот они похожи, вы видите, все. Все похожи. И ни английского строя, никакие ни параболики. Средний, быстрый, я бы сказал. С упругим комлем. То есть надо будет посмотреть их на воде, как они будут бросать. Потому что понятно, что верх будет бросать хорошо, а дальше вот включится ли комливая часть в бросок, и действительно ли он будет хорошо посылать. Я вот не знаю. Надо будет посмотреть на воде, бросить с перегрузом. И чтобы небольшое опасение есть, то, что слишком малый диапазон применяемых весов у него может быть. То есть как бы слишком мягкая вверх, да, и слишком жесткий низ. То есть вверх он как бы бросит, да, либо провалится на небольшом перегрузе. А нижняя часть она не поддержит. Она еще не сработает. Вот этот момент мы посмотрим на воде. Ну вот, уважаемые друзья, мы такой сняли небольшой лайт-обзорчик. В качестве рекламы, в хорошем смысле этого слова, хочу сказать, что вот магазин Multifish, розничный магазин Волоградский проспект, дом 1, строение 1, представлены весь ассортимент продукции Cadence. Матчи, корповики, фидера. То есть каждый может приехать, потрясти, посмотреть к вашим услугам. Чемпион мира по фидеру Илья Калачев, ваш покорный слуга. Михаил Шестаков, который вам поможет выбрать и фидер, и спиннинг. В общем, гарантируем добрую, теплую атмосферу. Также вы можете заказать на сайте Multifish с бесплатной доставкой по Москве, по России любую продукцию Cadence.